Нижний протез хочет как бы выпрыгнуть, или язык его может выталкивать, вы его прижимаете верхом. А верхний протез надо первое время пососать сосачки, чтобы он выработался клапан, чтобы он присасывался, присасывался верхний. Я вам привезла гель, Наталья, дай, пожалуйста. Вот с ним будет вам намного легче привыкать, можно без него, можно без него, но с ним гораздо легче. Мне вот, Василий Васильевич, надо, Наталья, мне марлю, открываем. И вообще хорошо все сейчас. Прекрасно. Жуй, не хочу, как говорится. Ну так, если захочешь, привыкнешь. Главное, было бы чем жевать. А вот как его обрабатывать, хранить? В стакане, да? Вот я ему привезла контейнер, и сам будет раскладывать вот в контейнер. И закрывать крышкой. Ага, понятно. В контейнер-то водички? Варлю. Там, наверное... Открыть, что ли, ворчку? Приоткрыть. Ну, вируспиртом ее промывать, да, скорее всего? Нет, щеткой зубной. А, зубной щеткой. Зубной щеткой чистить надо. Вот какая она, серьезная. Это нижняя челюсть. Ну, понятно. Вот смотрите. Василий Васильевич, вы его покупаете тогда? Я ему привезла в качестве презента, чтобы он не мучился. Ага, коррегу, да? Ну, покажите, как вы коррегу... Вот, смотрите. Ну, пока у него есть. Я нанесла. Я куплю, когда закончится. Открываем. На сухой протез. Ага. Вот так ставим. Вот так. Закрывайте. Закрывайте. Вот. Правильно. Вот. Только без пальцев закрывайте, Григорьевич. Можете мазать только низ. Верх можно не мазать. Но, если хотите, чтобы очень было комфортно, мажьте и верх. Ну, хоть откройте. Лучше помазать, чтобы первое, пока портнее. Он нормально сидит. Присасывается нормально. А, тогда, может, и не надо. Вот, присасывается нормально. Ну, хотите, я вам... Дор в виде этого, да, посмотрим, чтобы... А она как клей действует или как маска? Вот как клей, да? Он, знаете... А потом, как отдирать-то? Или он... Он дополнительную фиксацию дает. Ага. И амортизацию мягкую. А, прекрасно. Юрич теперь король. Вот, смотрите. Вот, смотрите. Она наехала на лежачего человека. Ну, вот, не надо много ее. Можно случайно. Только вот опубликованные в сети. Нанесли. Сейчас. С ней будет вам легче. И целый день с ней ходите. С протезами. Целый день. Она начинает снимать? Если хотите, можете снимать. Вот. Я поставила. Так вот, ну, сам. Закрываем. Закрываем. Только без пальца. Видите, как красота. Красота. Как так и было. Ну, как, ну, как. Ну, здесь надо приспосабливаться, привыкать. Тяжело бы первое время. Первое время может немножко поболеть десна. Первое время. Целый день в протезах. Ходите. На ночь снимаете, отдыхаете. Ага. Компейнер. Ага. Молодец, Юрьич. Понимает. Сюда кладете протезы. Какую-нибудь мокрую тряпку. Бросаете чистую тряпочку. Туда протезы. И закрываете крышкой. Вот. Сюда протезы. Воду не надо наливать. Просто хорошо смоченную марлю. И кладете протезы. А чистить зубным порошком, тебе сказали. Щеткой. Или зубной пастой. А чистить прям во рту или отдельно их лучше? Нет, нет. Вы их снимаете и чистите. Отдельно. С обеих сторон. Вот. Понял, Юрьич? Снимаешь и чистишь. Не во рту, а отдельно. Не роняйтесь на кафель или куда-то. Аккуратнее будьте. Наташа, положите. Ну, а если уронят, можно еще одно будет заказать? Нет. У него все будет нормально, он их не будет. Ага. Паста зубная. Это паста зубная. Это можете почистить протезы. А это вот гель. Это вот гель я привезла. А спасите. Смотрите, чтобы он их не высушил. За ними надо следить. Когда они не во рту, значит они где-то в какой-то... Все-таки слепок остался у мастера. Если вот он этот испортит, можно еще одно заказать? Ну, вот как вы себя чувствуете? Нормально? Нормально? Дали крючко опять. Раз в неделю. Раз в неделю добрободница. Раз в неделю матушка. Раз в неделю тетушка. А так-то он один все время. Откусывайте, жуете. Хлеб мягкий, сейчас мякишь, не надо. Не надо. А вот именно берете кусочек вареное яйцо. Откусывайте, жуете, учитесь жевать. Здесь надо учиться жевать. На привыкание месяц идет, месяц. Если где-то будет сильно больно, сильно больно, значит не втерпешь, не втерпешь. Тогда, значит, надо будет показать Василию Васильевичу, где больно. Он привозит протезы, показывает в каком месте и мы немножечко корректируем. Оттачиваем машинкой. На ночь, если десна будет поваливать, облепиховое масло. Спать без зубов? Можете сегодня в зубах. А, ну сегодня можно. А вот холодное, горячее, они вытерпливают, да, эти нагрузки-то? А вот материал, это что, керамика, да? Это высококачественный импорт. Ага. Так, что ты хочешь спросить, Василий Юрьевич? Если хорошая погода, то попадание всегда. Да, то есть происходит 95%. Он к зеркалу пошел. Вот если бы ты пивные бутылки не открывал и орехи не грыз в молодости, вот такие у тебя были сейчас. Если что-то хотите, спроси. Спроси, мы попробуем понять, что ты хочешь. Можете что-то хотеть спросить? Давайте я за него спрошу. А есть-то можно и колбасу, и вот грызть, и все, да? Орехи там. Можно все, кроме сухарей жестких. Ну, слишком жесткой и не надо. Морковь нельзя. Ну, колбасу, мясо там, допустим. Колбасу можно. Пельмени. Это гель вам. Да, да, да. Это вот гель, чтобы прилипало лучше к десне. Но на ночь снимать рекомендуется. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Не больно вам сейчас? Не больно? Десну не больно? Нет? Не больно? Надо будет привыкать через силу. Очень будет казаться тяжело, очень будет комфортно. Но силу воли берете, и чем больше терпите день-два, и тем больше привыкаете. Все говорят, что очень тяжело. Кто-то выплевывает, кто-то не хочет. А кто терпит, тот потом их носит и чувствует зубы как свои. Нужно переждать время. Будет нелегко, но нужно постараться. Прямо вот изо всех сил стараться. Чем больше вы будете стараться, тем быстрее вы к ним привыкнете, тем комфортнее вам будет. Самый тяжелый период первые две недели. Спать можно. Ну, главное, чтобы не проглотить их. Он не проглотит эти зубы? Нет, нет. Ну, как он их проглотит. Ну, не знаю. Можно, да. Спать их можно. А вот салаты, огурец, помидоры можно, да? Да, но помельче покрошили. Ага. Сейчас тебе очень много что можно есть. Вот дайте ему, если у вас есть свежий огурец, порежьте его. Сейчас он попробует, пусть он погрызет. Все, сейчас сделаем огурец. Спасибо, спасибо за работу. Спасибо.